Всем здравствуйте, с вами на связи Ленина Манутиаду, я приветствую вас на своем канале. Тему сегодняшнего рассказа предложила Юлия Сергеева, это тема касательно трансформации, она очень уместна, на мой взгляд, вот именно в период лунового и солнечного затмений. И сегодня я как раз таки хочу посмотреть, как проходит трансформация, в том ли направлении вы идете, свериться с ее курсом. Давайте посмотрим, ну так, три позиции у нас есть, вот такой сегодня порядок, зеленый, красный и голубенький. Выбирайте первая, вторая и третья позиции, либо камешки, зелененький, красненький и голубенький. Итак, я надеюсь, вы выбрали, отодвигаю эти камешки, мы рассмотрим потом. Итак, позиция номер один и зелененький камешек. Какую трансформацию вы проходите сейчас? Давайте мы с вами посмотрим. Трансформация непосредственно связана с вашими состояниями, да, может быть, со своими состояниями и эмоциями, может быть, для кого-то это будет связано с темой взаимоотношений, да, непосредственно любви, для кого-то это может быть вообще все, что связано с восприятием мира, да, достаточно более, если раньше были тяжелые энергии, да, то здесь энергии какого-то такого праздника, энергии веселья, когда мы выходим из своего одиночества, когда оно уже нам приело, когда, возможно, прорабатываете, либо уже проработали какие-то страхи, по крайней мере, разобрались, да, с очень глубокими древними страхами, такими как одиночество, да, со страхом, что меня не понимают, да, что вот я один в этом мире, и есть я, есть другие люди. Вот проработка вот этих качеств нашего эго, внутренние процессы, достаточно такие глубокие, которые, вы знаете, по моим ощущениям, как будто бы вскрыли очень старые пласты вашего состояния внутреннего, то есть вы здесь прорабатываете именно состояние. Сейчас еще дополнительно посмотрим, да, здесь идут перемены, здесь достаточно зрелые личности, я могу сказать, которые, знаете, вот хотят уже перемен, но перемены, чтобы они были не то, что вот как-то по вашим правилам, а перемены достаточно серьезные, то есть когда тот момент, когда вы, допустим, если выбираете, если хотите выстроить взаимоотношение, вы выбираете уже партнер, да, это та позиция зрелого человека, который четко уже знает, что он хочет, да, когда уже не соглашаемся на нечто меньшее, когда понимаем, что если нас что-то не устраивает в данный момент, да, либо в ситуации, либо в человеке, то лучше подождать, торопиться некуда, то есть вот такая, знаете, вот зрелый какой-то вот именно подход. Вот здесь перемены, они будут связаны именно с вашим внутренним состоянием наполненности, ощущения. Знаете, здесь еще такие перемены, которые говорят о том, что, видимо, долгое время были в себе, да, что-то там разбирались в прошлом, а вот сейчас такое состояние, что я вот как будто бы вот этой вот наполненностью, да, уже готов делиться, но не расплескивать налево и направо, а именно делиться с теми людьми, не хочется сказать достойными, а, наверное, с теми людьми, которые со мной вынесут сон, именно делиться, ну, дозированно, то есть не выплескивать все, прям все, что знаю, все, что умею, там, делиться чувствами, нет, а именно дозироваться, дозировано столько, сколько нужно, потому что здесь уже есть понимание, здесь уже есть опыт. У многих из вас есть уже именно разочарование во взаимоотношениях, которые сделали из вас того человека, ту личность, которая есть сейчас, то есть вот этот вот прошлый опыт болезненный, расставание, разочарование, обмана, он, знаете, как будто бы вас закалил, укрепил, и теперь у вас есть уже понимание каких-то мотивов в поведении других людей, вас уже легко, обмануть нельзя, да, то есть вы уже умеете предвидеть, да, предугадывать поведение и повадки других людей, да, чтобы не попасть в просаг, чтобы, возможно, не, ну, уже не наступать на те грабли, которые вы наступали ранее. Но вот тот прошлый опыт, он вас уже создал, и теми, кем вы являетесь сейчас, но проблема заключалась в том, что вы довели, ну, если так можно сказать, очень близко к идеалу, к своему собственному идеалу, ваш разум, но эмоциональный аспект, он еще пока хромает, то есть вот это именно состояние доверия, да, ощущение доверия себе, ощущение вот этого состояния, что я доверяю миру, здесь еще проскальзывает вопрос одиночества, то есть, возможно, где-то вы еще как будто бы колеблетесь, да, как мне лучше, одному, одной, либо все-таки в паре, что мне нужно, но при этом вы легки на перемены, вы уже готовы к переменам, да, то есть здесь не встает вопрос о том, что, а надо ли мне, или я хочу зону комфорта, нет, здесь вы уже готовы, да, здесь у вас есть готовность к переменам, возникает только вопрос, что перемены, они будут связаны с эмоциональным состоянием, именно с чувственным, то есть здесь глубокие пласты, да, будут задействованы, либо уже задействованы, и вот непосредственно лунное затмение, оно 5 июня, оно вас вот это вот пробудило. Хорошо, к чему вас ведут? Давайте посмотрим вот в этой трансформации эмоциональной, да, эмоционально чувствительной, к чему вас здесь ведут, к каким переменам, что хотят от вас, что поменять, изменить. Хотят изменить непосредственно ту программу, тот сценарий, в который вы сами себя заводите, это эмоциональные ловушки, да, некого такого капкана, когда что-то не соответствует нашим ожиданиям, и вместо того, чтобы как-то решать задачи, вот эмоции, да, скажу так, любые сложные задачи вы решаете вот просто так, но все, что связано с эмоциями, все, что связано с чувствами, когда как-то затрагиваются, это, это ваше уязвимое место, вот так скажем. И когда вы не можете решить вопрос именно эмоционального плана, да, именно состояний, вы сами себя заводите в капкан такой, что либо я чувствую так, как я хочу, либо я вообще запрещаю себя чувствовать, потому что чувство – это боль, чувство – это проблемы, а я не хочу, то есть вот здесь вот эта вот эмоциональная ваша холодность, да, как и по королеве мечей, и здесь туз, кубковый, как раз-таки вот этому вас учат, чтобы вы не закрывались, да, то есть вопрос доверия, который вам для вас сейчас актуален в контексте развития вашей души, да, то, что вот этот вот этап, да, уметь доверять себе, уметь доверять миру, взаимодействовать с миром на более высоких вибрациях. Вот здесь вот сейчас вас ведут к тому, чтобы вы не закрывались, то есть здесь доверие, оно напрямую связано с закрытием, то есть я закрываюсь, я закрываюсь, я закрываю свои чувства, эмоции, я запрещаю себе, да, либо я не разрешаю себе чувствовать, входить в какие-то новые отношения, да, что-то пробовать заново, по-новому. Вот вас ведут как раз-таки к тому, чтобы вы не попадали в свою собственную ловушку ума, которую вы и создаете. Что здесь за ловушка, да, то есть почему вы включаете вот эту вот холодность, то есть если я не умею управлять, а вы не умеете управлять своими эмоциями, да, то вы от них просто отказываетесь, то есть вы становитесь холодными, ставите разум выше своего вот этого вот эмоционального аспекта, если я не могу справиться со своими эмоциями, а я когда не могу справиться, когда мои ожидания при взаимодействии с внешним миром не соответствуют, то есть идут в разрез реальность с моими ожиданиями, то легче я не сказать закрыться, да, убежать, сказать я себе не разрешаю. Что здесь за ловушка? Сразу две карты выпало. Знаете, вот здесь вот некая такая борьба, да, хитрость и борьба. А с чем вы боретесь? Здесь вы боретесь с какими-то теневыми аспектами, то, чего, почему вы не разрешаете себе чувствовать, потому что это, это как какой-то вот, какая-то ваша тень, да, тень прошлого, которая влияет вот именно, здесь не просто какой-то прошлый опыт, который сделал, причинил вам боль, и вы закрыли, скажете, нет, больше я чувствовать не буду, от этого ничего хорошего нету, не получается. И это, понимаете, это не только во взаимоотношениях на вас влияет, а это вообще влияет на вашу жизнь, когда вы насторожены, когда вы недоверчивы. Безусловно, доверяй, но проверяй, но вот это вот проверяй, оно даже, когда вы доверяете, все равно вот эта вот некая такая осмотрительность, она привозит вас к напряжению, то есть вы постоянно напряжены в ожидании чего-то, какого-то вот именно эмоционального подвоха, что вам кто-то причинит какую-то боль, и это идет из прошлого. Знаете, вот это вот сражение, да, и оно связано с тем, что вы как будто бы сами себя программируете на то, что что-то произойдет. Даже на самом ровном месте вы все равно как-то будете ощущать, что сейчас откуда-то что-то мне прилетит, да, что, знаете, иногда это даже доходит, если это вот прям в очень близких отношениях, да, не столь профессиональных, а иногда это вот прям, вот вы чувствуете, что вам это приносит дискомфорт и неудобства, потому что вот эта вот подозрительность, она начинает вас съедать изнутри очень медленно-медленно-медленно, вот это вот ощущение, что кто-то сети все время расставляет, чтобы вы попались вот в них, да, чтобы как-то, ну, кто-то вас как будто бы заманивает, но вот это вот, знаете, вот это вот и есть ловушка вашего ума. Для чего вы это все делаете? Ну, то есть, для чего? Здесь понятно, что вы защищаетесь, да, от каких-то душевных ран, эмоциональных, но вот для чего все-таки вы делаете? Знаете, здесь для того, чтобы... Вот ограничиваете осознанность себя в каких-то возможностях, потому что, возможно, здесь, с одной стороны, вы готовы к переменам, а с другой стороны, вы как будто бы этих перемен боитесь, потому что вы теряете контроль. И вот здесь вот недоверие, да, либо, наоборот, доверие к миру. Вот здесь ваши уроки трансформации, они как раз-таки вам показывают, что малое равно большому, что внутри, то есть наружи. И вот когда вот это вот внутри себя вы ограничиваете в каких-то переменах, то вот эта вот модель ограничения, она у вас проявляется, ну, то есть там, где слабое ваше звено. А ваше слабое звено в эмоции. И поэтому там вам больно, там вы не можете управлять своими эмоциями. И тем самым здесь получается, вы начинаете вот... Ну, чтобы не пойти в эти перемены, да, чтобы не увидеть эти возможности, вы закрываете себя от внешнего как будто бы мира, да, и придумаете, что вот мир опасен, везде есть какая-то западня, да, я могу попасть, надо быть насторожен. То есть вы не разрешаете себе вот войти в новую зону получения удовольствия. То есть вот это вот все, что с вами происходит, это связано непосредственно с удовольствием. Трансформация у вас должна привести к тому, чтобы вы научились получать удовольствие. А удовольствие получаем тогда, когда мы защищены, вот это вот внутреннее ощущение защиты, да, я в безопасности. А безопасность это как раз-таки, да, и продоверие. То есть вот эти вот все состояния, ранее о которых я говорила, они... с ними и связана вот эта вот трансформация, которую вы проходите. Этому вас и учат. Насколько вы сейчас вот в этой трансформации идете вот именно, ну вот в правильном направлении и нигде не отклоняетесь, не убегаете, да, допустим, от каких-то перемен. Я хочу посмотреть, идете ли вы правильно, либо как-то вот отклоняетесь от этих перемен. Так, здесь даже перевернуты карты. Нет, вы... нет. Тело говорит нет, да. Хорошо, вы идете в правильном направлении. Здесь вы полная сонастройка, как раз-таки на всех уровнях, да, на материальном, на энергетическом и на информационном. То есть я могу сказать, что по крайней мере вы стараетесь меняться, да, вот прорабатывать себя именно на всех трех планах. Здесь вы умеете слушать себя, да, второй вопрос, делаете вы это или нет, да, то, что вот вам говорит интуиция. Но вы, по крайней мере, настроены на то, чтобы проработать вот это вот свое прошлое. Вот вы четко осознаете, что здесь эти травмы, они идут из вашей семьи, из вашего прошлого. И здесь травма, знаете, какой-то вот, вот это вот недоверие какой-то потерянности. Потеряли в детстве что-то такое дорогое, очень ценное и как-то закрылись. Вы не умеете просить помощи, ну, не хотите, может быть, но это, скорее всего, и про неумение. Вот, и, знаете, здесь как будто бы что-то такое дорогое. Даже, знаете, вот был какой-то опыт потери себя, поэтому и нет вот этого доверия сейчас. А сейчас вот эта вот трансформация, то есть я копнула немножечко глубже, вот у вас вот это вот все, что сейчас происходит, и вы как будто бы собираете себя по частям. Вот это вот ваша разрозненность, да, на субличности. А сейчас вы как будто бы собираете себя, вот то, что вы потеряли. Может быть, это даже в прошлых воплощениях, да, то есть здесь далеко-далеко очень в прошлое идет. Это не вот 5-10 лет назад, а здесь вот очень-очень давнее прошлое. Опять скажу, может быть, и в прошлых воплощениях как будто бы был такой травмический опыт, и вы как будто бы раздробились на кусочки, да, нет вот этого, не было целостности, не было единения. Отсюда и нету доверия, и нету единения с миром. И вот сейчас вот ваша трансформация достаточно, вот если смотреть в духовном, да, с духовной точки зрения, скорее всего, с точки зрения вашей души. Сейчас идет сбор вас по частям воедино. Хорошо, давайте, я не люблю советов, но вытащу просто карты, не знаю, сколько понадобится, просто как информация для вас. Это не советы, не рекомендации, я их не люблю, даже если это и от Таро, а просто карты, вот что хотят вам сказать карты. Касательно вашей трансформации. Да, здесь пришло время действовать. Разрушения уже в прошлом были, они уже произошли, стучились. Вот очищение от того болезненного, то, что вас напрягало, оно уже должно было пройти. И наступил момент именно действовать очень активно, да, то есть брать на себя ответственность и действовать. Да, здесь вот перемены, вот вы найдете, знаете, вот какую-то свою внутреннюю силу обретете. Вот когда у вас вот эти вот кусочки соединятся, хотя бы несколько пазлов, вы почувствуете прилив сил для того, чтобы двигаться и действовать вообще как-то к своим намеченным целям. То есть здесь все, что происходит, оно дает на то, чтобы вы собрали себя в единый стержень, да, вот прям, знаете, в силу, чтобы у вас вот эта вот воля ваша собралась, чтобы вы укоротили сами себя. Да, прям вот такой вот мощный прилив энергии будет, вот если и когда, не если, а когда вы пройдете эту трансформацию. Прям вот вы почувствуете себя, я говорила ранее, да, что у вас был этот прошлый опыт, и вы стали тем, кем вы стали. А теперь вы не просто будете ощущать себя, кем вы стали, а вы будете ощущать себя более таким, знаете, структурным человеком, более, как бы так сказать, знаете, вот у вас будет опора на себя. Вот это вот придаст вам уверенности, это придаст вам силы, чтобы дальше двигаться. Но здесь очень такой, я не знаю, сколько времени это займет, но здесь очень такой глубокий, такой сильный процесс идет. Мощный. Но это может быть даже ни одной недели, ни месяца, но это вот такое ощущение, что вот этот вот путь, который для вас намечен, ну, я не знаю, все будет зависеть от того, как вы пройдете, да. Что значит пройти? Это значит осознать, да, ну, то есть понимать, что происходит, для чего происходит. Вот именно осознание, понимание процессов. Для того, когда у нас есть понимание, мы потом знаем, как нам нужно действовать. И вот изменяя вот это вот, скорее всего, получая осознание, да, принятие той или иной ситуации, понимание ее, да, когда мы что-то принимаем, мы прекращаем сопротивляться. И не сопротивляясь тем ситуациям, которые к нам приходят, наша жизнь меняется, да, то есть, ну, все начинается именно с нас. И вот вам надо сейчас принять свои части. Да, здесь эмоционально будет очень ярко. Эмоции могут быть очень яркие. Хорошо, так, позиция номер два, красный камешек. Давайте посмотрим, какую сейчас вы трансформацию проходите. Вопросы по позициям не одинаковые, потому что сегодня у меня экспром, вот как идет, так идет. И с непосредственно самих карт я издаю вопросы. По времени. Здесь у вас по второй позиции трансформация связанная непосредственно, знаете, вот с каким-то исцелением. Исцелением, обновлением. Здесь очень долгое время, да, какие-то вот очень тонкие процессы происходили внутри вас, касательно именно совершенствования вот себя. Знаете, есть, как называют, не архитекторы, а, боже, слово вылетело. Люди, которые восстанавливают картины, да, на рубку называется, забыла, реставраторы, вот. Вот у вас происходил, происходил очень долгое время вот эта вот какая-то реставрационная работа вашей души, когда, знаете, вот очень аккуратно, очень точечно убиралось то, что вам не нужно было. Это было не резко, это было медленно, иногда у вас было вообще ощущение того, что вот ничего не происходит, да, как будто бы я делаю-делаю, а самого процесса не вижу. Но вот здесь вот это вот ощущение, оно просто, чтобы вам не было так сильно больно, здесь вот у меня, знаете, такое ощущение, когда вот все тело человеческое, оно в открытых ранах. И когда прикасаешься, просто простое прикосновение, оно уже причиняет боль. Ну, а надо было все-таки реставрировать, да, вот это вот ваше тело, довести его, как говорится, до ума. И поэтому вот эти вот работы, они проходили очень медленно, спокойно, и, вот, знаете, вот повтор одно и то же, возможно, сценарии какие-то повторялись одни и те же, но не с целью, чтобы вот резко вы как-то поменялись. Вот вы не те люди, которые должны меняться резко и неожиданно. Здесь не про комфорт, здесь просто про ощущение состояния, что каждый человек, он насколько индивидуален, и не всегда трансформации, всем нужны вот такие вот резкие, может быть, силовые, волевые. Вот для вас, оно должно было здесь даже не про времени, то, что это медленно, либо быстро. А вот здесь вот перемены, они должны были проходить мягко, вот именно мягко, чтобы и так не навредить вот вашей вот этой вот израненной какой-то детской душе. И здесь вот действительно вот ваша душа, она, ну, юная, да, детская какая-то. Возможно, вот у вас есть вот эта вот открытость здесь непосредственно, знаете, может быть, кто-то из вас захочет переехать куда-то на новое место. Возможно, кто-то захочет пойти в походы. Вот здесь вот какое-то постоянное движение. И с одной стороны эти движения, они как будто бы по кругу были, да, вроде бы одно и то же, одно и то же. Но сейчас вот как-то новый взгляд на непосредственно вообще на ваше отношение к жизни, да, на ваше движение по жизни. Здесь появилось вот ощущение, знаете, вот какого-то такого любопытства, а я хочу. То есть у многих здесь будет появляться желание чему-то новому научиться, как-то вот впуститься в новый путь. Может быть, даже если это какие-то известные вам вещи, которые вы делаете, у вас появится желание сделать заново, по-новому, с новым подходом. Здесь вот появилось у вас желание вообще движения, да, может быть, кто-то захочет заняться спортом, как-то своим телом, ну, вот именно подвижным образом жизни. С чем еще связаны здесь ваши трансформации? Вот у вас, да, действительно не было огонька в душе. Я люблю карты, как они говорят. И вот действительно не было, знаете, какого-то вот огонька в душе. Вот эта вот умеренность, она настолько не то, что вот охладила ваш пыл, а настолько она действительно просто поумерила, да. И в какой-то момент уже не было вот этого вот движения, что ли, ощущения жизни, импульса какого-то, да, желания, может быть, даже у вас не было. Потому что были какие-то сковывающие у вас факторы. А сейчас трансформация, которая у вас происходит, она вам дает как раз-таки вот этот вот импульс на движение. Импульс. Знаете, как будто бы вам дали разрешение на то, чтобы, да, сейчас нужно двигаться. Сейчас нужно двигаться дальше по жизни. Сейчас как будто бы есть разрешение. На что вам дали разрешение? Так, интересно. Знаете, вы поливлия карта, есть страстная любовь и двойственность. То есть сейчас вам дали разрешение на то, чтобы действительно как будто бы найти какую-то золотую середину, да, даже здесь не про золотую середину двойственности, а именно вот страстная любовь, она говорит о том, что раньше вот если были какие-то чувства, то они какие-то умеренные, спокойные. И они как будто бы настолько медленно двигались, да, что не было каких-то результатов. И вот не хватало движения, не хватало какого-то толчка, скорости не хватало, да. И сейчас вот вам дали разрешение на то, что, возможно, вот вы встретите какие-то новые отношения. Но вот здесь вот непосредственно о любви, о состоянии любви, да, это может быть как к партнеру, а так и вообще к жизни. Но здесь вот с точки зрения именно развития, да, здесь к вам пришло какое-то вот понимание не то, что есть черное и белое, и как вот соединить эти цвета. Нет, а здесь вообще пришло такое, знаете, состояние принятия. Принятие именно, знаете, это вот как говорят учителя Востока о том, что что бы ни приходило, просто принимайте. Вот вы как будто бы, знаете, вот в этом своем понимании именно принятия, да, как будто бы вы потеряли стразь к жизни. То есть, ну, приходит к вам что-то плохое, да, вы научились благодарить уже как будто бы на автомате, идете дальше, хорошее пришло, да, тоже благодарите, идете дальше. Ну, и растеряли вот эту вот живость, что ли, яркость к жизни. И вот этих красок вам не хватает, понимаете? И вас ведут как раз к тому, что вот как будто бы вас включить. Вот вам не хватает включенности в жизнь. И вам ее сейчас дают. То есть, вы знаете, так очень ярко будете ощущать, то есть, вас это не будет напрягать, вам это не будет приносить какую-то боль, как это приносило раньше. Например, допустим, если звук слишком громкий, да, может голова болеть, а сейчас у вас это вот прям, вы будете настраиваться с этим звуком, ну, может быть, музыку будете включать очень громко, и она вот будете ощущать внутри себя это сотрясание, да, этого звука, и настраивается с ним, и вам будет нравиться этот ритм. И вот вы как будто бы хотите. То есть, если раньше, допустим, вы слушали музыку такую успокаивающую, да, медитативную, вам это нравилось, а сейчас вот какая-то вот вам стряска нужна, что ли, вот что-то такое активное, прям, чтобы вас глазки открыли, чтобы вы прям оживились, что ли. Да, вам дадут какой-то сюрприз, вам дадут какой-то подарок. Подарок за прожитую вашу боль, исцеление. Этот подарок, он может вам прийти во снах. У вас будет какой-то инсайт, да, вот эта вот трансформация, она вас ведет как раз-таки вот к какому-то инсайту, пониманию. Во-первых, исцеление, да, прошлого, вот опять-таки то, что я и сказала, да, исцеление прошлого. Здесь даже у вас будет исцеление вот как-то каких-то моментов бессознательных, которые вы очень глубоко внутрь себя запрятали. Вот сейчас вот будет это некое такое исцеление. Вот эти вот болезненных пластов вашего бессознательного. Может быть, даже вас исцеляют и во сне, и вы это видите, осознаете через сон. А вот какое его осознание получите? Ну да, ваша печаль. Вот то, за что вы печалились, да, вы исцелитесь. Вот у вас будет исцеление, и вот у вас, понимаете, я говорю, у вас желание начнет появляться. И вот эта вот трансформация, она даст вам состояние того, что у меня есть желание, а теперь я что-то хочу, а теперь я хочу туда пойти, вот это съездить, вот это попробовать. Это вам научиться. Вот вы как будто бы пробудились, да, вы пробудились от сна. Какое-то слово? Встребенули. Интересные какие-то слова идут. Да, вот вы выходите из своего вот этого ровного, спокойного состояния, да, когда просто мечтали о чем-то, фантазировали, размышляли. Ну вот здесь вот исцеление, да, вот здесь исцеление произошло. То есть эта трансформация, она дала вам исцеление. А куда вас приведут эти исцеления? Понимание того, что, ну, не надо ничего ожидать по жизни, просто принимаем, перезармите вниз, да, что когда вы равняете себя и свои ожидания, свою жизнь, соотносите с внешним миром, да, не прислушиваетесь к себе, да, когда вот вы ищете вот эту вот внешнюю подпитку, вы всегда будете разочаровываться. А вам говорят, что вам вот это вот осознание внутренности, да, того, что вот теперь я исцелился, да, и я буду равняться на себя, на свои желания, на то, что я хочу, на то, что хочет мое сердце, на то, что мне говорит внутри мой голос. И вот это вот будет правильный путь. А в правильном ли направлении вы сейчас идете вот в контексте этой трансформации? То есть действительно ли вы ее проходите, либо отклоняетесь от пути? Здесь вас учат себя слушать. Да, вот вас как раз-таки учат, вы в правильном направлении идете, да, и вот вас учат как раз-таки вот этот вот прошлый опыт, который у вас был, да, они учат вас, чтобы вы пришли именно к зрелости и понимании именно своей собственной ценности, да. То есть вот понимание того, что насколько я цена ценен и необходим этому миру. То есть вот я бы не случайный персонаж, да, даже если, допустим, 8 есть миллиардов людей, но я вот та нужная деталька в этом мире. И вот у вас придет вот это вот понимание, почему вы нужны миру, да, то есть вот в чем ценность этой детальки, да, вот что вы даете именно этому миру, не людям, а какую роль вот вы выполняете, что вот этот вот ваш огонек, да, он для чего-то нужен, вот этот вот ваш свет внутренний, он для чего-то нужен. И когда вы потухли, вы потухли из-за каких-то травм, да, своих вот этих вот прошлых, вы как будто бы картинка, она, ну, знаете, вот на небо смотришь, там очень много звезд, кто-то ярче светит, кто-то как-то вот затухает. Но эти звездочки, они нужны, каждая звездочка важна. И вот вам, вы знаете, вот появится вот это желание, а я хочу светить, потому что вот я звездочка, это моя природа, то есть, ну, как бы так объяснить. Я рождена не для того там, чтобы кому-то чему-то научить, что-то передать, нет, а просто для того, чтобы светить и радоваться, наслаждаться жизнью. И вот, потому что я цена, либо ценен. Да, вот у вас появится вот этот вот импульс, да, светить, желать. То есть вы поймете, что даже и ваши желания, они тоже важны для чего-то. Пускай они будут материальны, неважно. Но вот они включают что-то, да. Даже вот элементарно, я могу сказать, каким-то таким простым и банальным этот пример, но я почему-то вот он мне пришел, я вам скажу, что даже, знаете, вот то, что вот вы дышите, перерабатываете этот воздух, да, из кислорода в углекислый газ, он для чего-то нужен. Что вот если бы не вы, то вот это вот количество, да, вот этого вот переработанного кислорода в углекислый газ, вот, оно бы не было таким без вас. То есть вот здесь такое ощущение, что вот вы просто, как будто бы слишком себя занижали, обесценивали. А теперь вы понимаете, ну, по крайней мере, вот трансформация даст вам это понимание, что вы цены. Для чего вы сами поймете, да, но вот просто вот эта ваша печаль, она вас, свет ваш померк. И сейчас вот этот свет у вас включится, да, и у вас вот пойдет движение. Да, вот такая вот, вот я прям огонь не поставлю. Такая вот у нас была вторая позиция. Очень рада, что вы все-таки смогли, справились очень долгое время, двоечки работали над своими трансформациями, над исцелением. Да, сейчас вы находитесь именно в процессе исцеления. То есть долгое время вы принимали то, чтобы избавиться от прошлого, а вот сейчас у вас идет исцеление. Кто-то уже находится, ну, подходит к завершению, да, кто-то находится в середине этого процесса, но вы не в начале, да, то есть вы уже давно ушли. Вот в этом процессе исцеления вы уже на полпути. Это некоторый процент из вас, а кто-то уже подошел к завершению, и уже вот именно в коридор затмений у вас придет вот это вот осознание, что оказывается я действительно нужна, что мне мешало жить, да, вот это же хорошо, это же здорово. Вот я очень рада за двоечек. Итак, мы переходим с вами к позиции номер три и голубенькому нашему камешку. Здесь какие трансформации у вас идут. Здесь вы очень яростно, очень страстно, огненно защищаетесь, защищаетесь от таких, знаете, вот перемены, и да, есть второе, очень много арканов, говорящих о трансформациях. Но трансформация, которая проходит по высшему суду, это вот она очень масштабная. Вот именно, знаете, вот в масштабах души я могу сказать. И вот вы здесь как будто бы яростный такой защитник. Я еще не могу понять, то ли вы от этих перемен защищаетесь, то ли вы защищаете вот эти вот ценности внутри вас, которые идут. Как обычно у троечек мячи пошли. Да, вы от перемен закрываетесь, да, здесь вот ваша трансформация идет, и уже пошло вмешательство свыше, вот, а вы закрываетесь от этих перемен, потому что страшно, потому что где-то себя накручиваете, да, где-то идут, знаете, вот прям очень глубокие пласты всплывают у вашего детства, очень болезненные, которые прям, знаете, рушат вашу картину мира. здесь прям вот такое ощущение, что вам полностью, знаете, не то, что тот момент, который делит жизнь на до и после, а вам, как бы так сказать, это, например, знаете, когда вы всю свою жизнь верили, что есть ангелы-хранители, а потом вы получили информацию о том, что ангелы – это одно, а хранители – это другое, и ангелов-хранителей не существует, и у вас вот весь ваш мир, то, на чем вы строили, вот именно на этих убеждениях, на этих программах, он рухнул, и вот здесь вот вы от этого яростно закрываете, вы понимаете, что пришло время, да, именно вашего перерождения заново, когда вы повзрослели, вам говорят, вот все, что ты знала раньше – это чепуха, это иллюзия, это придумано, и здесь у вас возникает вот это вот болезненное, знаете, как будто бы кто-то с кровью вот отрывает от вас вот этот кусок и говорит, нет, нет, это не то, что ты верил, мир иначе устроен, кто тебе так сказал, и вы понимаете, что то же, что вы верили столько много лет, то, в что вы вкладывали, это все обман, и вот это вот оно приносит, это вот понимание, да, трансформации, здесь какие-то такие осознания идут касательно вашего мира восприятия, мира ощущения, которые вот вас так сильно, как говорится, шиндарахнули, что вы находитесь в каком-то шоке, и вы закрываетесь, да, о том, что нет, это не может быть, но вы понимаете, что вы не можете себя больше сдерживать, вы не можете себя больше обманывать, что то, что вы узнали сейчас, оно как-то, вот знаете, вот кардинально, кардинально меняет вашу жизнь, и вы просто не понимаете, ну, как-то, почему я верил, вот, а ведь действительно, откуда взялась вот эта вот информация, того, во что я верил, верила ранее, ведь на самом деле, то, что сейчас узнал, здесь какая-то вот вскрывается, какая-то очень глубинная, глубокая информация о вашем мире, здесь масштабы огромные, здесь информация, она связана именно с вашей душой, вот, если вы практикуете, например, восстановление памяти, да, именно рода, вот понимание, например, у многих может произойти такое, знаете, это здесь шоковое состояние, я иначе его не могу назвать, когда вам говорили, что, например, ваше было понимание, что род это одно, допустим, это наши, наша семья, наши бабушки и дедушки, потом вам говорят, информацию о том, что это не род, это абсолютно другие души, понятие рода, оно иное, да, род это наши предки, а предки, предок, скорее всего, это не человек, и это не, это, да, это не человек, а это, может быть, выходить из природы, это может быть, какое-то животное, это может быть, сама непосредственно природа, и так далее, и так далее, и вот, вот это вы знаете, вот это вот понимание, да, оно как будто бы вас, знаете, здесь вот восстанавливается еще какая-то память, то есть, это не случайно, вот я сказала, да, память, то, прошлое воплощение, вот здесь как будто бы вы получаете информацию, да, может быть, о прошлых своих воплощениях, если вы практикуете, которое вам дает понимание вот как-то своего внутреннего мира, как будто бы все встает на свои места, но вот это вот, когда встает все на свои места, оно вам не то, что пугает, а вы растеряны, вы не знаете, а как теперь вам жить, как вот, вот эти вот все ваши субличности, они как будто бы уходят из вас, и появляется такая, знаете, внутренняя пустота, которую нужно заполнить чем-то новым, а вот чем новым заполнить, вы не понимаете, и здесь вы как будто бы начинаете молиться, да, и просить дать вам еще больше знаний, еще больше понимания, то есть, а как теперь, то есть, а куда, куда меня ведут, а как теперь мне жить, да, здесь вот вопрос именно о знаниях таких, более каких-то вот глубоких, древних знаниях, может быть, вы здесь практикуете какие-то практики, древние какие-то ритуалы, ну, здесь вот прям очень масштабно, и по времени, вот то, что происходит, это очень-очень далеко по времени, не в прошлое уходит, еще раз скажу, даже не в это воплощение, и не в прошлое, а может быть, в очень древние ваши воплощения, вот корень того, что сейчас происходит, мы же рассматриваем трансформацию не в контексте человеческого воплощения, а в вашем случае в контексте души, вот здесь как будто бы происходит какие-то очень глубокое перерождение в вашем понимании именно себя как души в контексте бесконечности. к чему вас ведут в этой трансформации? Ну, вот смерть, да, ведут к завершению. Вы знаете, ведут вас на самом деле к пробуждению, ведут вас к пробуждению, чтобы вы, вот это вот все вам дали, эту информацию, чтобы вы пробудились, чтобы вы как будто бы увидели, какой мир на самом деле, чтобы вышли из каких-то своих иллюзий, перестали, знаете, вот как-то опираться на на какие-то общие программы, да, вот питаться тем, что дает как будто бы система, да, вот, например, дали какую-то ложную информацию, все ее приняли, да, сказали, что вот есть вирусы, все в это поверили, почему все, ну, почему вы поверили, потому что поверили все, и вот вам говорят, что нет, вам дают какой-то новый такой источник, из которого вы будете черпать знания, и этот источник, вы с ним вот в процессе трансформации прикоснетесь, может быть, это будет случайно, может быть, вы будете делать практики, может быть, здесь какой-то канал вы получите, но это однозначно не информация от людей, а здесь как-то, а здесь какие-то другие энергии информационные, может быть, кто-то будет работать с хрониками Акаши, но здесь вот что-то такое, что в контексте вам дают для пробуждения, то есть ваша задача пробудиться, знаете, не просто пробудиться, а здесь вы как будто бы будете восстанавливать утерянные звенья, здесь как будто бы еще, может быть, кто-то решил поработать своим генеалогическим деревом, да, знаете, вот восстановить, понять, кто были мои, там, бабушка, прабабушка, там, седьмое поколение, кто чем-то занимался, ну, вот здесь вот такое вот желание, знаете, вот как будто бы восстановить прошлое, восстановить память, вспомнить, да, что вот как будто бы какой-то шлейф идет в прошлое, для чего вам это все, для того, чтобы пришло именно понимание настоящее, да, воспоминание того, вот именно себя, того, что с вами происходит, для того, чтобы двигаться дальше, потому что есть какая-то вот фрагментарность, да, у вас, дробление в вашей жизни, на это воплощение, на прошлое, даже если в этом воплощении, вот на сегодня, на вчера вот какая-то дробленность вот эта вот, и здесь вот это вот то, что вот вы утратили, вы это восстановите, да, вы осознаете именно игру, ту игру, которую вы играли, либо с вами играли, вот здесь вот именно проигрывание каких-нибудь рабей, да, вот здесь вот такое вот очень глубокое у вас идет трансформация, где вы сейчас находитесь, в контексте этой трансформации, потому что я так понимаю, что это вот как будто бы глобальная задача на, ну, если не до конца дней ваших, да, то у нас достаточно большой период в вашей жизни, это даже не на год, а это вот такую вот общую картинку мне показали, глобальность, может быть, задача на это воплощение, где сейчас в контексте данной трансформации вы находитесь, вы находитесь пока вне принятия, да, именно своей какой-то силы, да, какой-то своей энергии, радости, вот этого, знаете, жизнь бьет ключом, именно вот понимание, что такое жизнь на самом деле, и вы находитесь сейчас вот в конфликте, с чем именно вы конфликтуете, так, две перевернутые, а конфликтуете с тем, что пока у вас нету единения, вот я же говорю, нету вот этого единения с другими людьми, нету единения с природой, почему, потому что вот ваше понимание, ваше знание, они сейчас дробленные, да, они в разрывы идут, вот вам, как только вы восстановите себя, свою память, да, свое прошлое, как вы только соедините вот это вот все воедино, поймете, вот здесь, знаете, вот единение не себя с кем-то, а единение самого себя, вот своих частей, вот как только вы придете к этому единению, да, вы перестанете конфликтовать, и вы вот почувствуете, что значит жизнь на самом деле, и вот здесь, знаете, вы поймете, вот что значит карма, да, для вас, и вот это вот именно понимание, да, кармы в контексте причинно-следственных связей, то есть сейчас то, то есть сейчас то, что со мной происходит, когда схожее случалось, когда я посеял, посеяла что-то, что сейчас получаю результаты вот этих плодов, и у вас придет принятие, вы перестанете конфликтовать, что если, допустим, ну, на ситуативном уровне, да, если, допустим, вы теряете деньги, либо там у вас не складывается жизнь, и вы начинаете сетовать на себя, на свои какие-то знания, что может быть я глупая, может со мной что-то не получается, а вот когда вот вы восстановите вот эту вот память, вот эти вот все свои кусочки, вы поймете, что возможно сейчас это происходит, потому что вы платите за то, что когда-то что-то сделали, и вот это вот вы просто примете, что окей, это период, когда у меня будет так, потом будет другой период, и вот это вот принятие, оно вас расслабит, оно вас успокоит, и вы сможете наслаждаться жизнью, да, то есть окей, даже в сложной ситуации, в сложных ситуациях, да, я понимаю, я не могу повлиять ни на что, кроме того, что вот повлиять на свое расслабленное состояние, в идеале было бы, чтобы я получала еще удовольствие, но по крайней мере, я просто расслаблюсь, и это пройдет, пускай оно будет неприятное, но я буду принимать ее с благодарностью, почему, потому что тем самым я отработала, то есть мне хватило мудрости отработать то, что в прошлой жизни, может быть, посеял позапрошлое, а может быть, даже в этой жизни и ранее, то есть все, что приходит, вот вам придет вот это вот знание, вот эта вот мудрость глубокая, да, того, что приходит, и я благодарю, не потому что кто-то сказал, что так надо, а потому что у вас есть внутри, придет вот это вот понимание, почему важно, для чего важно благодарить, неприятные нам оценки, потому что они нам не нравятся, мы их оцениваем как негативные, здесь вот карта выпала круги кармы, то есть вот вы поймете, да, вот это вот глубочайшее понимание того, почему я благодарю, или, скорее всего, за что я благодарю, что вот я отработал, и все, и больше этого не будет, да, будут какие-то другие уроки, но мне не надо будет вот в дальнейшем, да, в этой жизни, либо в других воплощениях, в будущем, да, я уже к этому не приду, то есть понимание прошлого, оно дает вам умение творить ваше будущее, пускай не в этом воплощении, в следующем, но вы получите, то есть здесь понимаете, такие глубокие, такие философские моменты всплыли, что я даже не знаю, как вам объяснить, почему, потому что иногда есть вещи, которые вот мы просто не доросли, нам кажется, что вот человек говорит непонятные нам вещи, потому что и они вообще мне не нужны, но я их не могу воспринять, потому что я еще не дорос, мне не говорю, что вы не доросли, но вот то, о чем я говорю, вы это поймете тогда, когда это с вами случится, вот тогда вы это вспомните, но однозначно здесь очень-очень глубокая трансформация, имейте в виду, что она не в контексте месяца, недели, а она вот здесь вот такое ощущение, нам сегодня показали, какая-то вот ваша глобальная задача на это воплощение, да, вот кто спрашивает, да, всегда, миссия, и все так, вот ваша миссия, да, вспомнить себя, соединить все кусочки, прийти вот к этому единению самого себя, без каких-либо внутренних субличностей, да, внутренней диалога, вот здесь будет, вот вас ведут, если говорить одним словом, к пробуждению, что можно сказать еще, я просто скажу, где вы сейчас находитесь, находитесь, а вот вы в моменте перерождения, феникс и есть, да, и вы перерождаетесь, и начинаете себя сейчас проявлять в социуме, перерождение ваше, да, вот, вот в контексте всего этого осознавания, вы находитесь пока именно в процессе того, что прошлое сгорает, и новое что-то выстраивается, да, и здесь у нас именно в становлении, в процессе становления себя в социуме, да, и здесь у вас сразу появляются уроки, непосредственно связанные, здесь может быть профессиональная сфера, да, а может быть и вообще проявление, заявление о себе как о личности, и здесь вы сталкиваетесь именно с какими-то хитростями, обманами, с конкуренцией с людьми, которые умнее вас, хитрее вас, сильнее вас, вот, и сталкиваетесь с непониманиями, с какими-то ситуациями мутными, сложными, но имейте в виду, что вот эта вот ситуация, да, которая происходит в контексте того, что я говорила ранее, это урок, который нужно принять, поблагодарить, да, в контексте вашей кармы, это следствие чего-то, вот, и вы должны пройти этот урок, с чем это может быть связано, давайте я посмотрю, творец, здесь может проходить именно как-то с вашим творчеством, я же говорю, ваша профессиональная сфера, но вы не работаете руками, вы, ну, то есть физически, вы работаете больше умом, головой, может быть, вы, ваши услуги, они связаны, ну, то есть, здесь не про физически, здесь не то, что вот вы копаете, там, я не знаю, дома строите, там, камни, там, я не знаю, клитки, людей и так далее, здесь не такой физической нагрузки, да, то есть, может быть, даже если работаете руками, ну, я не знаю, может быть, что-то рисуете, может быть, что-то там, бисером вышивается, либо еще что-то, но здесь вот какая-то творческая такая работа, да, и вот ваш урок, он как раз-таки связан с конкуренцией, и с каким-то обманами, да, хитростями, да, а здесь еще, знаете, здесь, может быть, кто-то из вас, интересно, может быть, это точечно, кто-то практикует осознанное сновидение, и здесь он может сталкиваться с таким периодом, когда есть какое-то непонимание, какая-то ложная информация, да, какая-то, может быть, иллюзорность, ну, то есть, кажется, что я практикую их, да, какие-то вот осознанное сновидение, на самом деле, это уловки нашего ума, здесь какая-то, здесь вот что-то связанное со знанием и с информацией, так, пока я продолжала говорить, у меня видео остановилось, я даже не обратила внимания, но, в принципе, я сказала, это все самое основное, да, о том, что для тех, кто практикует, да, то есть, вообще, суть данного момента, который проходите, вы должны научиться, вот если в общих словах, да, скажу, то, что я уже карты собрала, вы должны научиться понимать, где есть ваше, а где не ваше, какая информация вам необходима, а какая нет, то есть, какая ложная, а какая настоящая, вот именно сейчас, когда вы переродились, да, когда произошли какие-то перемены в вашей жизни, вот вы должны как раз-таки научиться понимать, именно в социуме, да, то есть не я сам собой остаюсь наедине и понимаю, да, что какие процессы происходят, а вот именно через появление себя в социуме, при взаимодействии с другими людьми, имейте в виду, очень много информации к вам приходит, и вы сейчас должны будете как раз-таки научиться фильтровать ее, да, что есть ваше, а что не ваше, вот такая вот у нас была третья позиция, пишите, троечки, я не знаю, что у вас там происходит, такого очень глобального, масштабного, но, если в общем сказать, да, то позиции, они как будто бы все между собой пересекают, и общий смысл именно как раз-таки понимания единения себя, то есть независимо от того, через что вы идете, да, но вот здесь вот сегодня я увидела прям такую общую тенденцию разными путями, именно на познание себя, на единение себя. Вот такой вот расклад был у нас сегодня с вами, я хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши инсесклайки, если у вас есть темы во вкладке сообщества, под последним паслом в комментариях вы можете оставлять свои идеи, любая информация касательно меня есть в описании в любом видео, и если вы хотите поучаствовать в пятничной акции, то есть имеете в виду, что акции теперь проходят первую и третью пятницу каждого месяца, поэтому заранее записывайтесь, и у вас будет возможно задать мне один бесплатный вопрос, а в течение 10 минут по WhatsApp я вам на него отвечаю. А я с вами обращаюсь, до новых раскладов, пока-пока.